Местные власти не допустят дестабилизации ситуации в Запорожье. От экономической активности региона напрямую зависит экономика всей страны. Об этом на сегодняшнем аппаратном совещании заявил Александр Пиклушенко, комментируя вчерашнюю ситуацию с попыткой захвата здания обл. администрации митингующими и их последующий разгон силовиками. Впрочем, большая часть заседания была посвящена вопросу жизнедеятельности области. Погодные условия в ближайшие дни, говорят специалисты, будут ухудшаться. Многие службы переведены в состояние повышенной готовности. Отголосок вчерашних событий у Запорожской обл. администрации – митинг сторонников действующей власти. На площади собралось несколько сотен человек с партийной и национальной символикой. Стратегический объект продолжает находиться под усиленной охраной милиции. Александр Пиклушенко уверен, нынешняя ситуация достаточно непроста, поэтому следует быть осторожным в комментариях. Впрочем, главное, говорит глава региона, это то, что область работает. Остановится Запорожье, я вам говорю, со всей ответственностью, остановится вся Украина. Поэтому мы вчера сделали самую главную работу. Мы не дали, чтобы сегодня остановилось Запорожье. Повторяю, все остальные оценки политикам и средствам массовой информации. Зам. начальника милицейского главка Виктор Землянский заверил, ситуация полностью под контролем. Александр Пиклушенко тут же попросил правоохранителей доказать общественности, что в воскресенье в здании обл. администрации никаких тетушек не было. Никаких тетушек в здании обл. администрации не было, нет и не будет. И обращаюсь к вам лично, и у нас будет встреча с генералом Серба Владимиром Ивановичем. Я, как глава администрации области, говорю вам, любой человек, который будет вами задержан, или который попадет в поле зрения ваших или просто ответственных людей, сбитой с прутом, это есть, кем бы он себя ни называл, это есть бандит. Тем временем область готовится к непогоде. По словам синоптиков, в ближайшие дни регион окажется под влиянием циклона. Он принесет обильные осадки, усиление мороза и ветра. На дорогах гололедится. Впрочем, представители дорожных служб, ГАИ и спасатели утверждают, посыпочных материалов и техники у них в досталь. Личный состав переведен на усиленный вариант несения службы. Пункты обогрева функционируют. Инженерная и специальная техника рассредоточена по области, находится в Приморске по просьбе дорожных служб в Мелитополе, в Акимовке и в городе Запорожье. Введены тягачи, введены автомобили высокой проходимости, 40 единиц. Медучреждения, заверяют в обл. администрации, функционируют в штатном режиме. Нареканий к работе скорых пока нет. Ни доезда у машин скорой помощи нет. И доезд по времени нормативному 10 и 20 минут составляет 92%. Работают автомобили типа Соболь, полноприводные. Пенсии за январь в Запорожской области, а это почти 900 миллионов гривен, послам представителей фонда выплачены вовремя. И предпосылок, что в феврале будет иначе, пока нет. Идет полная подготовка к обеспечиванию февраля. Это выплатные ведомости, перерасчеты. Это 550 тысяч человек, которые сегодня запитаны своим благосостоянием на получение этих выплат в феврале. Ввиду наступающего похолодания Александр Пиклушенко распорядился увеличить количество пунктов обогрева для бездомных и провести работу по сбору для них теплых вещей. Еще одно поручение для подчиненных от главы области – мониторинг цен на основные продукты питания. Они, уверен председатель обла администрации, должны оставаться стабильными.